Всем здравствуйте! Кто не смотрел прошлой серии, хочу рассказать, что я делаю трайк с двигателем от Nissan Maxima. Этот двигатель шестицилиндровый, V-образный, трёхлитровый. Коробка у него автомат. Также от Nissan использовал переднюю подвеску, она пошла назад. Так вот у меня получается. Сейчас в первую очередь хочу рассказать, как я выставил вот эту вот часть, куда будет крепиться вилка. Во-первых, у меня вот этот подрамник двигателя весь выровнен по уровню. Вот вам видно, не видно? Вот так ровно. Вот так тоже ровно. В общем, он весь выставлен по уровню. Потом я нашёл вот у этой, ну как она, балки, середину точно. И прихватил вот просто профиль такой. И его выставил по диагонали. Вот брал вот от этого профиля, который вот этот, и диагонали мерил сюда с обоих сторон и от того угла тоже. И нашёл центр точно. Потом по центру эту вот трубу установил. Эта труба, она просто туда плотно вошла, вот в эту часть, и там не может никак шататься. И уже, когда я это всё выставил, взял отвес, ну такой простой, а вот он даже валяется. Это нитка с гайкой. И вот так уже выставил, что с обоих сторон одинаково. Надеюсь, что всё ровно у меня получилось. Сейчас буду заниматься тем, что буду усиливать вот этот подрамник. Вот, я уже как бы напилил вот такие. Вот так вот их буду сюда приваривать. Пока всё выставлено в уровне, чтобы она уже не играла никак. Сейчас приварю потом. Раскусиное приварил, вот здесь, с той стороны, сзади тоже так же. Сейчас мне надо усилить вот это вот место, так как тут один только профиль остался. Из-за того, что коробка вот здесь выступает, как бы, и мощный профиль не влазит. Я буду вставить профиль вот такой, это 50 на 2,5. Я уже приготовил его сюда. И там вот, если он ровень, он ещё там место есть до коробки. Сейчас вот с обоих сторон их приварил. Вот так, прихватил, можно сказать. Теперь здесь стало 85, это что, 13 сантиметров, 130 миллиметров. Сейчас мне надо делать усилители вот для этой чашки. Она держится только вот с этой стороны, но она так не удержится. И вот думаю, что-то типа вот таких вот укосин сделать. Ну, ещё толком не надумал, как это будет. Ну, как сделаю, вам покажу, что получилось. Откос я сделал на чашке. Ну, вот здесь запилился, чтобы она сильно длинно сюда не была. Ну, а здесь одна с той стороны приварена, а эта с этой стороны. И вот так вот и с этой стороны тоже сделал. И на той стороне. Сейчас мне надо эти чашки связать между собой. Чтоб, ну, она вот сюда не наклонялась. Я их хочу связать трубой сороковой. Вот она у меня есть, но она тонкостенная. Как вам показать? Ну, видно, не видно, но... У неё стенка миллиметра полтора, наверное. Может, да полтора-два нет. И вот хочу вот этим трубогибом попробовать её загнуть. Загнётся она или нет, или замнётся. Попытался, в общем, загнуть. Ну, мне кажется, некрасиво получилось. Вот так вот. Сейчас с другой стороны также попытаюсь загнуть. У меня и вот так вот и dere carried. получилась я так думаю наверно я ее поставлю снизу там то что складки там не видно сильно она снизу будет а свою функцию ну поэтому по распору она будет выполнять распорку установил приварил установил также по уровню что она ровно сейчас думаю о том как закрепить бензобак я вот эту балку поднял что бак лежал выше выше вот этой балки что ниже небо чтобы им ничего не зацепить и вот сейчас думаю как его закрепить и также тут хочу сделать вторую рамку ну вот выше бензобака рамка я сварил верхнюю сварил из профиля 40 на 40 стенка двойка но и она вот усилила вот эту вот вот это профиль он крепкий это 50 на 100 и стенку у него тройка в отличие от этого это 40 на 80 и стенку у него двойка вот так вот получилось бак крепить но ничего лучше не придумал как снизу две пластины сделать она там но на тонких держалась на машине у меня не получится и так сделать решил сделать две мощных сейчас хочу примерить сиденьку с баком чтобы показать что он не длинный получился а то много комментариев было что длинный получился сиденьку с баком накинул вот так вот что я хотел показать то что вот за сиденькой уже для второго пассажира там совсем мало места остается сейчас сяду сам покажу как сейчас мне надо закрепить задние ступицы чтобы они не поворачивались так как это были передние ступицы они поворачивались вот за это вот так и мне на сейчас закрепить это для этого я вот приготовил уже вот это вот от nissana часть от рулевой тяги а это от приора а вот это вот от девятки от стойки и отпилил там конус на отверстие и вот хочу вот сюда вот здесь так будет а здесь вот к этой хочу приварить вот так сейчас как сделаю покажу тяги приварил с обоих сторон там здесь тоже вот и приварил вот она сюда идет сейчас уже можно устанавливать колеса пробовать вот это вот приварил только сверху так как может при амортизации может это или сюда доставать или за вот за эту вот реактивную тягу вот может задевать но это надо попробовать сейчас колеса оденем и попробую попрыгать но не должно по идее задевать но надо проверить зад все стоит на колесах пробовал прыгать чтобы проверить задевает или нет в общем все хорошо никуда не достает везде далеко может моих правда 100 килограмм не хватает но думаю все будет нормально сейчас я собираюсь установить вилку чтобы он уже стоял полностью на колесах вилку пока не буду ставить без подшипников у меня новых нету а старые там половина подшипников нету трайк уже на всех трех колесах стоит и уже можно катать по гаражу сейчас покажу на этом я это видео хочу закончить то что я обещал прошлой серии я сделал поставил его на колеса ну и может он кататься в следующей серии я постараюсь установить радиатор бензобак сиденье и может быть подножки впереди сделать на этом все всем спасибо за просмотр кому интересно как я его строю подписывайтесь на канал поддержите лайком до свидания